Всем привет! Меня зовут Наталья, и я отвечаю на детские вопросы. Сегодня я отвечу на вопрос Анастасии Федотовой. Почему коровы и лошади спят стоя? Давайте сначала подумаем, почему. Потому что эти животные, как правило, в природе опасаются крупных хищников, которые могут подкрасться к ним довольно тихо и незаметно. И если животное будет спать лёжа, то ему будет довольно трудно быстро вскочить и убежать от своего врага. Поэтому, когда животное спит, лошадь или корова или какое-то другое животное спит стоя, это просто безопаснее. Ну а теперь давайте разберёмся всё-таки, всегда ли эти животные спят стоя. Да, действительно, мы нередко можем видеть дремлющую лошадь. Она стоит, у неё немножко может быть расслаблена одна из ног, и при этом лошадь дремлет. Но всё-таки согласитесь, что дрема лёгкая – это не совсем тот сон, который мы себе представляем. Да, это не такой крепкий сон, как бывает у человека. Это удобно, потому что в любой момент лошадь может активно включиться в то, что происходит вокруг. Если вдруг рядышком какая-то опасность, то у неё уйдут буквально несколько секунд на то, чтобы встрепенуться и побежать. Но такая дрема, она не приносит полноценного отдыха. Есть другой тип сна у лошадей. Иногда они могут себе позволить печь на грудь и подогнуть под себя ноги, при этом голова их остаётся поднята над землёй. Это такая вторая фаза сна. Это более крепкий сон, но всё-таки тоже не слишком крепкий, чтобы животное могло довольно быстро вскочить на ноги и убежать. И только в том случае, если животное абсолютно уверено в своей безопасности, оно спит нормальным, полноценным, крепким сном. Тогда лошадь или корова может лечь на землю, и лошади спят примерно как мы с вами. Они ложатся, кладут голову на землю, вытягивают ноги, и тогда они могут спать глубоким сном. Во время этого глубокого сна они даже видят сны и даже храпят. Совсем, в общем, всё как у людей происходит. Но надо сказать, что такой крепкий сон у лошадей бывает далеко не каждый день. И только в том случае, если животное чувствует себя в абсолютной безопасности, длится такой сон, как правило, не больше трёх-четырёх часов. Почему? Животное крупное, и вот в таком положении лёгкие испытывают давление со стороны внутренних органов и мышц. И поэтому, если лошадь в лежачем положении находится слишком долго, на боку, то у неё может случиться отёк лёгких. То есть, если животное лежало так в течение шести часов или больше, то это чревато серьёзными проблемами со здоровьем. Поэтому, как правило, сон достаточно кратковременен, но он даёт возможность животному хорошо отдохнуть. Конечно, как и у людей, детёныши спят дольше, чем взрослые животные. Жеребята спят дольше, чем взрослые лошади. И жеребёнок, как правило, когда находится рядом с матерью, он чувствует себя в безопасности и вполне может позволить тебе расслабиться и спать на полную катушку. Кстати, я же не сказала, что, собственно говоря, позволяет лошади спать стоя. Ведь мы с вами бы тоже хотели, наверное, уметь спать стоя, но у нас это вряд ли с вами получится. Если мы начнём засыпать, мы, скорее всего, упадём. Почему не падает лошадь, когда она спит стоя? Дело в том, что у неё особым образом устроены суставы ног. Коленные суставы и связки, они как бы заклиниваются, и при том, что лошадь расслабляет ноги, и для этого не нужно затрачивать никаких мышечных усилий. Такое приспособление очень удобное и позволяет животному в течение дня много раз дремать, отдыхать. Иногда всё-таки позволяет себе животное и полноценный отдых. Ну, о лошадях мы поговорили с коровами. А как же слоны? Слон тоже животное довольно крупное, согласитесь. Да, слон тоже может спать стоя. И примерно, ну, ситуация очень похожая на ситуацию с лошадью. Единственное, что слонам нужно ещё меньше сна. Кстати, интересно, учёные тут проводили такое исследование, они прикрепляли датчики на ноги слона, на его хобот, им было очень важно узнать, как часто спит слон и в каком положении он спит, в лежачем или он спит стоя. И они наблюдали за слонами в природе, потому что в зоопарках, в общем-то, известно, сколько животное спит, но вовсе не факт, что оно столько же спит в дикой природе. И обнаружили, что действительно слоны иногда спят, ложась на землю. Сон такой длится, как правило, не больше двух часов, это тоже крепкий сон со сновидениями. Но вот правда, что слонам снится, мы не знаем, и вряд ли они нам об этом смогут рассказать. И, конечно, слонята тоже спят дольше значительно, чем взрослые животные. Так, в принципе, довольно долго слоны могут обходиться и легкой трёмой, отдыхая стоя. У жирафов тоже ситуация со сном непростая, потому что животное очень своеобразно сложено, длинные ноги, длинная шея. И жирафу из лежачего положения встать требуется довольно много усилий. Поэтому жирафы тоже могут спать стоя. Они до этого немножко раздвигают ноги тоже, слегка сгибают шею, прикрывают глаза и дремлют. Эх, поздно уже. Пойду, пожалуй. А вот когда жирафу хочется получить такой полноценный отдых, жираф ложится, подгибает ноги, сгибает свою шею и кладет голову на заднюю ногу. И в таком положении может спать. Интересно, что жирафы являются чемпионами. Они спят меньше всех среди всех млекопитающих и им достаточно сна продолжительности всего в 20 минут. Ну что ж, друзья, я надеюсь, ответила на ваш вопрос. Присылайте нам свои новые вопросы. Не забывайте подписываться на наш канал и жать на колокольчик, если вам понравилось это видео. Всем пока!